Именно при Александре Синопальникове, отмечая журналисты, работа управления ФСКН стала более прозрачной. Ее результаты понятнее жителям региона. Больше внимания стали уделять антинаркотической пропаганде. Десятки уроков в школах, профилактические рейды на улицы города и антинаркотические акции. К примеру, такие, как сообщи, где торгуют смертью. В прошлом году в телеэфиры и на страницах газет региональных СМИ вышли более 13 тысяч материалов об опасности наркотиков. За антинаркотическую пропаганду журналистов и редакторов самарских газет и телеканалов поощрили благодарностями и памятными подарками. Отметили работу и нашего телеканала. У нас на порядок увеличилось количество обращений граждан, в том числе и на телефон доверия. Я хочу еще раз сказать вам спасибо. Вы делаете очень важную и нужную работу. Роль средства массовой информации в решении данной социальной проблемы очень важна. Журналисты, которые не считают эту проблему чужой и не обходят ее стороной, а помогают, освещают, это замечательно. Продолжаем выпуск. Традиционный пробег из Самары, посвященный памятным датам истории. Состоится в феврале. Колонны снегоходов отправятся к границе с Ульяновской областью, к сохранившимся укреплениям сурского рубежа. С инициативой посетить именно это место в отделение партии «Единая Россия» обратились ветеранские организации Самары. Сурский рубеж начали строить в 1941 году недалеко от реки Сура. В строительстве принимали участие порядка 340 тысяч самарцев, в основном женщины, старики и дети. Огромный ров длиной в 200 километров появился за 45 дней. Кроме посещения памятного места, активисты намерены найти очевидцев тех событий или их родственников, которые смогут предоставить фотографии и другие исторические документы. Мы обращаемся ко всем нашим землякам, ко всем жителям нашей области, чтобы восстановить все события от 1941 года, события строительства сурского рубежа, воспоминания. Может быть, и мы на это очень хочется надеяться, мы верим, найдутся и участники этих событий. Нам по крупицам важно спешить, закрепить вот это историческое знание для того, чтобы передать это в том числе и потомкам.